Исучить историю нашей страны по старинным предметам приглашает в эти дни музей Кижи. Там открылась выставка «Музей не антикварный салон». Из 9 тысяч вещей, собранных сотрудниками музея за последние 7 лет, в экспозицию попало лишь 260. Историю некоторых узнала Анна Яровая. Этот секретер середины 19 века – ручная работа мастера Евграфа Фринёва. Сделан он специально для мещанина Терентия Бородавкина. Об этом говорит надпись, которую обнаружил реставратор музея Кижи Игорь Кожевников. Интересна и последующая судьба старинного шкафа. Он принадлежал очень состоятельному купцу. Стоял в квартире на Олиговском проспекте. Но наступили тяжелые времена, революция 1917 года. Купец выехал за границу, квартира стояла брошенной. И этот предмет мебели попал в семью участника штурма Зимнего дворца Николая Травянова. Со временем Николай Травянов переехал с семьей в Петрозаводск. И секретер оказался в семье его тестя – преподавателя Петрозаводского университета кафедры истории Ефима Гардина. А более 40 лет назад его купил музей Кижи. Всего же на выставке 258 экспонатов. Отбирали их для экспозиции из 9 тысяч предметов старины. Саму выставку решили представить в образе антикварного салона. Когда мы с моей коллегой, прекрасным художником Ириной Панковой, представили в себе огромное количество вещей из разных коллекций, мы поняли, что это очень напомнит нам антикварный салон. Но музей – это не антикварный салон. Музейные антикварные вещи, они имеют разные назначения. А предметы на выставке самые разные – из ткани, дерева, металла. Сохранены они руками шести реставраторов музея. Все рабочее время они проводят в своих мастерских. И на открытии выставки заметно смущались. Так же, как и хранители музейных коллекций. Поэтому художник Ирина Панкова сделала для этой выставки личного хранителя. Музейная мышь будет встречать каждого посетителя в музее Кижи на площади Кирова до 2 октября. Анна Яровая, Игорь Истратьев, Алексей Костынко. Вести Карелия, Петризаводск. Спасибо. Продолжение следует...